это не дымится это испарение черное испарение всем привет мы сейчас приехали в порт раджа порт на острове самой и мы сегодня отправляемся в путешествие на соседний остров кубанган вот этот порт раджа порт это единственный порт с которого можно переправить машину вот смотрите спят как тайцы в гамачках вот так выглядит этот порт раджа фэри порт паблик компании лимитед саму интернешнл порт здесь нам не нравится погода и нам не нравится что здесь очень много туристов тайцы здесь уже такие оборзевшие и вот поэтому мы в общем решили на соседний остров сплавать посмотреть там более дикое место такое там проходят вечеринки кстати full moon party ежемесячно один раз в месяц проходит вечеринка full moon party говорят что типа очень грязная вечеринка дикая мы хотим посмотреть попробовать что будет как это будет все выглядеть нормально так корабль пришвартовался эти все грузовые автомобили длинномеры с контейнерами с большими они тоже поедут повезут вот макро повезут на остров видимо продукты всякие разные мы саре билет в этот раз не купили хотим ее спрятать в машине и бесплатно ее провести она сэкономленные деньги купить и морожено обман что ты купила с кокоса что это пробовала сама я и чего вкусно это как японию прям как устрица вкусно сейчас здесь будет проверка билетов саре билеты не купили быть прикол сейчас походу до час стопудово что-то будет здесь я купил уже билеты сейчас вот здесь правило а инки проверили у нас билеты вот я зонированное окно поэтому я купил один билет сара не двигайся один билет водитель с машиной драйвера выско и один просто вот вот это вот этот корабль идет на на материк на на донсак а вот на панган то есть здесь можно заблудиться сара не двигайся я щас задом буду заезжать окей давай держи женя будет снимать я буду рыбе задом заезжать так сара не двигайся задом езжу да куда ты куда ты снимаешь тебя задом заезжаем на корабль потому что у них корабль не разворачивание имеет 2 2 пары ли а хотя там есть аппарат но мы в общем заезжаем задом выезжать будем перед этот корабль чуть поменьше чем тот который вез нас на остров самуи но тоже в принципе крупный здесь у них есть кондиционеры вот я смотрю канат этот швартовочные разбросаны корабль качается кораблик с кокосовыми с кокосовой кожурой везут на остров непонятно для чего как будто у них там кокосы не растут так что у нас здесь здесь есть магазин сидушки вода мутно мутноватая здесь зато пляжи чистые с этой стороны мало туристов вот здесь такой супермаркет продают в принципе все то же самое так здесь по моему даже пиво есть все этот паром ушел на материк мы следующие сейчас в 2 часа тоже отправимся то есть мы сейчас вот находимся здесь на самуи идем на панга а вот этот корабль он ушел на материк сюда я думал сара забудет она оказывается не забыла то что я и обещал мороженое пойдем тайцы сейчас купят сари мороженое наверху такая большая палуба шлюпки спасательные купаться женя монтирует видео сара ест свое мороженое заслуженное вкусное вкусно да пойду наверно себе куплю тоже вот здесь прям рядом с этим островом есть такой небольшой островочек необитаемый мне кажется туда как то можно попасть или на лодке или на водном мотоцикле может на каное я бы с удовольствием туда съездил бы побегал там погулял вот кто-то несется скоростная лодка тут такие лодки скоростные она по-моему за полчаса довозит людей да с острова до острова ну там естественно нельзя туда не машину поставить не мопед это только вот для людей наверно с каким-то супругом багажом вам расскажу про тот отель в котором мы жили первые дни на острове Панган это такой отель типа такой какой-то домашний здесь хозяин француз меня этот отель очень сильно удивил своим интерьером вот это все сделано из бетона все столы все сделано кровать все сделано из бетона и она вот на таком апостаменте стоит Сара подойди видите эта кровать она на уровне Сара Новоросток вот эти все полки это все сделано из бетона лестницы у них вот такие здесь интересные лампочки они нам завязывали полотенца вот в такие листики это листья бананов или еще чего-то они вот так были связаны красиво и здесь вот так все украшены красиво чашечки чашечки из кокоса здесь у них есть шампунь все душ да кондиционер все что нужно фен есть очень такой отель стильный да стильный и такой так все умно рассчитано все пространство спроектировано здесь можно открывать дверь и объединять два номера то есть если вы приезжаете с друзьями или там с какой-то со своей семьей можно объединять здесь есть холодильник кстати холодильник вообще набит битком но все это платное прям он до отказа забит ну все за все нужно платить и цены в принципе здесь на ресторан вот на это не низкие у нас вот такой здесь балкон ну у каждого есть номер просто у нас здесь угловой чуть больше да немного больше получается а еще здесь есть такие типа вилы и у каждой вилы вот над крышей вот такая терраса то есть они там дальше домики эти я вам покажу сейчас попозже комнаты с террасами про которые я говорил очень много кошек в этом отеле вот они с такими большими окнами у них очень много зелени и отсюда вот можно прям подняться туда наверх на эти террасы там провести время здесь есть даже птички в клетках сидят но отель я вот как вам уже говорил такой семейный видно что здесь один или два человека хозяева и они постоянно здесь присутствуют следят за порядком за чистотой чтобы здесь все были довольны удовлетворены своим отдыхом и он относительно недорогой кошки собаки кобры у них вот живет такой кот большой очень большой кот большой добрый кот огромный вот у них здесь ресторанчик такой француз сам хозяин hello hello француз сам хозяин готовит здесь французские блюда ресторанчик вот здесь бассейн вот такой то есть если вот так присесть такое ощущение то что бассейн заканчивается в море прям туда уходит и здесь можно вот на лежачках лежать прям вот так там очень много игр всяких разных настольных и в дартс мы вчера играли ширина отеля наверное метров двадцать-тридц и длина наверное около ста метров ну здесь они максимально все разместили сделали так грамотно все умно следят в общем за этим пляж здесь тоже достаточно чистый просто сейчас мы попали в такой период что здесь постоянно идут дожди и волны вот это все ну море везде грязно ну здесь очень спокойно и вообще можно в море купаться правда мне там не понравилось то что там много ила бар то есть можно прям с бассейна сидеть здесь выпивать напитки разные вот здесь они красиво так украсили всякие разные картины у них статуэточки и вот дарт здесь можно поиграть ссылку на этот отель я обязательно оставлю под видео так что можете посмотреть по поиграть с датами там то есть на разные даты разные цены обычно иногда они выкидывают вообще дешевые предложения ну вот как мы то есть 30 долларов за ночь мы платили вообще недорого сара что ты делаешь сара охотиться за кошкой все пойдем дочь настал момент уезжать мы сейчас поедем в другой отель я буду сейчас я буду снимать про все отели здесь видео единственный минус отеля что у них нету парковки а и там у нас просили по 100 бат соседи платить но я им не платил естественно потому что 3 доллара за ночь парковки в таиланде это очень дорого и я короче сказал потом заплачу и в общем я думаю то что я сейчас уеду и платить ничего не буду сара мне говорила смотрите чеснок растет а на самом деле это молодые пальмы они вот так растут из кокоса и потом их пересаживают похоже на чеснок сейчас мы сделали чек-аут и она меня спросила говорит вы пользовались там мини-баром или в ресторане какие то есть не оплаченные счета я говорю нет мини-баром мы не пользовались в ресторане все оплатили она говорит ну все ладно на слова поверила и даже проверять ничего не стали вот так это все у них на словах и они даже у меня копию паспорта не брали мы когда заезжали она говорит напишите свой имейл напишите свое имя фамилию и все то есть я даже и не ничего не оставлял не данный паспорт не депозит за ключ как у них в Таиланде здесь они любят брать за ключ депозит 500 или 1000 бат естественно многие люди перед отъездом этот депозит забывают и уезжают и все эти деньги остаются у тайца а еще они дают бумажку взамен этого депозита и то есть эту бумажку можно легко потерять и естественно депозит они не вернут если эту бумажку потерять поэтому будьте вот с этими депозитами осторожнее смотрите прямо возле нашего отеля возле дороги растут бананы они еще не поспели но когда поспеют их можно будет сорвать вот наша новая машина мы взяли ниссан алмера в этот раз до этого у нас была хонда сити смотрите что делают тайцы с теми кто не платит за парковку то есть они просто тупо перекрывают дорогу и все вот вы не заплатили дорога закрыта и все пока вы не заплатите вы отсюда не выйдете хотя нигде нет никакой информации что здесь была платная парковка и что она стоит 3 доллара вот обратите внимание хозяева парковки мой друг это ваш дом? дай мне билл я буду платить я нужна билл я нужна я нужна конфирмирование дай мне билл дай мне билл дай мне билл дай мне билл сейчас вы можете сделать видеоблог потому что я уже зарабатываю с вашим автомобилем окей окей я не знаю я не хочу платить да я не знаю где есть информация о платформе нет 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 я был в шоке честно говоря от тайцев и вообще от этой ситуации в целом короче я припортала машину напротив нашего отеля там был пустой кусок земли то есть ни забора ничего просто джунгли крова росла там какой то кусок земли простой и в общем я там поставил напротив отеля машину и утром я когда проснулся я увидел то что мне приклеили наклеечку на стекло что я должен заплатить 100 бат за парковку за одну ночь то есть напротив там мойка у них и аренду в аренду они сдают баки то есть я должен был им заплатить 3 доллара за ночь парковки на острове в Таиланде у меня Таиланда это 100 бат это вообще ну мягко говоря это это очень большая сумма денег то есть они поняли что я турист они я припарковал там машину у них на земле и они мне приклеили то есть все там не было никаких предупреждений что это платная парковка сколько это стоит они просто тупо приклеили мне эту наклейку и подходит ко мне мальчик и говорит вот нужно заплатить я говорю ладно ладно я заплачу потом и дальше свои вещи нашел думал он просто так не серьезно типа прокатит не прокатит на лоха в итоге подходит другая уже хозяйка этой территории видимо женщина и начинает скандалить типа почему ты не хочешь платить ты должен заплатить ты здесь стоял я говорю ну во первых не было никакой информации что это платная парковка и что я должен кому-то здесь за что-то платить и вообще если бы я знал я бы может быть даже не поставил бы здесь машину короче я ей говорю ничего я платить не буду в общем я не знал о том что здесь платная парковка извините она берет две свои машины и перегораживает выезд то есть из этой парковки выгораживает нам выезд то есть блокирует мы не можем выехать никуда поехать в итоге я говорю ладно хорошо я заплачу вам дайте мне подтверждение оплаты какой-то чек или какую-то квитанцию о том что я здесь у вас стоял что я у вас здесь был и вот за ночь парковки я вам заплатил 100 бат она говорит нет я тебе ничего не дам хочешь выехать короче плати и все и мне пришлось просто тупо им заплатить деньги потому что у меня не было другого выхода я не хотел там тратить время я заплатил у меня правда закончились бумажные деньги и я там собрал мелочь чтобы по 10 бат я положил 10 копеек я говорю извините у меня нет бумажных денег у меня вот только остались копейки можно я заплачу она говорит да да можно в общем я заплатил а ее муж взял эти деньги и выбросил на дорогу я вообще такой нелепой ситуации наверное никогда в жизни сначала не видел какой смысл было создавать столько движений закрывать дорогу закрывать нам препятствия к нашему выезду а потом просто взять эти деньги собрать и бросить в сторону для меня честно говоря этот поступок вообще оказался по меньшим мере вообще неразумным и глупым каким-то и вообще честно говоря в моем в моей голове эта ситуация укладывается с трудом может я что-то не понимаю напишите мне в комментариях кто сталкивался еще с такими похожими ситуациями говорят что тайцы еще очень любят не отдавать депозиты то есть когда вы арендуете байк или машину не у прокатной конторы а именно у человека у какого-то участника они берут депозит берут именно паспорт оригинал и потом начинают придумывать там что-то выдумывать что якобы там что-то сломано поломано или что-то было уже сломано или что-то там куда-то поехал не туда и в общем мне отдают паспорт заставляют платить какие-то суммы сумасшедшие не что-то 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 это больше около 30 долларов за стакан это вообще такая сумма не неадекватная и вообще непонятная и все то есть я ей дал депозит 10 тысяч бат она просто взяла с этого депозита и забрала 10 500 бат себе и все то есть нужно ехать уже вот самолет нету времени разбираться хоть что хоть что можно говорить то есть они любят вот такие ситуации делать у наших друзей еще полностью не вернули депозит я не знаю почему что они там сделали ну то есть просто взяли людям и не вернули депозит там 10 тысяч бат или там крупную сумму весь депозит невозможно ничего доказать им потому что нет времени и очень будьте осторожны с депозитами когда вы оставляли те никогда никому не оставляйте свой паспорт потому что паспорт могут потерять там и вообще все что угодно с ним могут сделать это ваш личный документ никто не имеет права вас его забирать полиция на их стороне все здесь даже туристическая полиция на их стороне друг за другом они стоят ни в коем случае с ними нельзя драться ни в какие конфликты ни в какие конфликты ни в 100 бат когда я эти 100 бат ей отдавал она говорит 100 бат же не миллион бат представляешь это всего лишь 100 бат не миллион бат не знаю тут наверное дело принципа просто мне не понравилось то что люди вот так себе повели мне не было шалка денег мне просто не понравилось что меня ограничили мою свободу и свободу моей семьи и просто им это ничего не стоило сделать взяли закрыли и все то есть разговор очень короткий не хочешь платить никуда не поедешь драться с ними бесполезно там вызывать полицию туристическую ждать ее несколько часов тоже в этом никакого смысла нет они это все понимают еще они услышали когда русскую речь я заметил они стали более такие лояльно стали более ко мне относиться потому что все таки я думал здесь русские в Таиланде побаиваются когда мы останавливались там место просто было много французов и они наверное подумали что я француз и когда они услышали что мы разговариваем по-русски они так уже расслабились по отношению ко мне так что будьте осторожны друзья вы не дома и дома тоже будьте осторожны едем по такой части острова здесь все по-европейски на каждом шагу европейцы такое ощущение что тайцев здесь нет вообще и очень много разных европейских кафешек прямо на берегу некоторые даже из них расположены туристов очень мало наверное из-за это а да 3 прачечные вот здесь по 40 бат по 40 по 50 есть приезжают люди платят какую-то сумму денег и проходят как по телевизору показывают челлендж девушка сразу встречает меня танцует можно прям в бассейне сидеть ножки стулья столь наверное кто не любит что комары кусают прям сразу в бассейне вот так сели и будут сидеть ножки мочить и и и здесь на острове есть такое место интересное то есть во время прилива здесь два острова вот этот остров копанган на котором мы находимся и остров чуть поменьше они соединяются то есть по ним можно пройти пешком там оголяется такая коса прям дорожка то есть сообщаются друг с другом можно пройти между ними и я не знаю что там будет интересного походить погулять посмотреть сейчас мы поснимаем что там будем здесь есть с этой стороны острова кафешки мы прям подъехали там оставили машину с двух сторон волны оттуда одни волны видишь типа как бит война волн битва волн очень интересное место конечно уникальное если будете на этом острове обязательно посетите куда мы идем доча да обязательно возьмите с собой маску и трубку чтобы посмотреть здесь подводный мир потому что здесь очень чистая вода нету волн короче нам на месте не сидится и мы пошли искать приключения себе как в компьютерной игре ты чё лара крофт да пошли не бойся самое главное ни на кого не наступить камера записывает скоро сядет батарейка но я думаю о здесь был бар раньше бар и бассейн по моему сейчас здесь конечно все заброшено сломано здесь есть змей видите это змеиная кожа сюда приезжали люди раньше когда-то давным-давно приехали очень много молодежи и решили здесь под полной луной сделать вечеринку себе наркоманскую да и этот остров был непопулярный вообще не заселен и после этого он стал популярным и сюда приезжают молодежь раз в месяц и отрываются здесь по полной то есть в какие-то числа числа месяца каждый месяц здесь проходит вечеринка фумом пати здесь очень много туристов очень много алкоголя очень много пьяных людей и наркотиков мы здесь пробираемся через джунгли вот уже все пальма даже на месте здания выросла когда-то здесь было популярное место там стоит баркас такой ну там все заживело уже он не работает стоит давно а здесь вот смотрите я никогда не видел вот такие или фрукты это или овощи что это колючки растут я никогда таких не видел а потому что людям достаточно один раз сюда приехать и все они уже понимают я допустим второй раз уже сюда здесь бар прям сцена была и прям вот на этом на пляже вот так трусы кто-то забыл и все это бросили уже трава растет же не спрашивать здесь пантер случайно нету да запах здесь неприятный конечно мы сейчас пробираемся вглубь чтобы вы этого не делали мы специально делаем это для вас чтобы вы посмотрели и поняли что здесь ничего интересного нету и не ходили сюда вот здесь даже были бунгало здесь люди жили ночевали оставались на ночевку все заросло травой и это уже давно заброшило несколько лет здесь никто хотя раньше здесь даже электричество было такая дорога экстремальная на водопад и еще там тоже водопад но здесь конечно красивые места на этом острове качельки есть я сейчас качаюсь на качельке такой же веселый прям возле водопада на дереве построили площадку для троллейной дорожки очень красиво конечно природа здесь неописуемо красивая еще мусочка такая в тему такой контраст до гоняют собаки на дорогах лежат вообще невероятная красота выезжаем с нового отеля он находится на горе прямо на самой наверное высокой точке этого острова я вам сейчас покажу там открыто я вам сейчас покажу номер и окрестности отеля здесь есть обычные номера и здесь есть виллы мы жили в обычном номере потому что вилл не было свободно так наш выглядел номер здесь такой санузел простенький я бы не сказал что здесь прям так супер все чисто отель уже не новый но самое главное что мне здесь понравилось в этом отеле это вид с балкона то есть я вот просыпался здесь каждое утро вот так выходил и понимал что как так же все таки здесь красиво и там тоже водичка течет и вообще классно там есть бассейн и специальный фуникулерчик такой фуникулерная дорога спускает людей вниз и наверх потому что здесь очень крутые подъемы ходить тяжело вот очень красивый вид за отель мы платили 20 долларов за ночь всего лишь поэтому я думаю можно закрыть глаза на то что здесь немного он не новый этот отель что немного ну самое главное это вот этот вид это вид не на 20 долларов я думаю гораздо дороже стоит такой вид и то ощущение что он живем на самой горе и нам не страшно ничто не не потопа не цунами ничего на самом верху то есть я спал спокойно и просыпался с удовольствием смотрите здесь у нас на территории отеля живут вот такие жучки паучки вот сороконожки или кто это я даже не знаю мне кажется они кусаются ядовитые злятся 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 мы сейчас спустимся вниз и покажем все это вниз снизу снизу наде мая на самоупотребление да папочка? да 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 вот здесь есть такая каталочка она возит людей по своим домикам не по своим домикам еще и еще по по бассейнам да да можно еще на бассейн съездить на бассейне да и на пляж можно доехать да как мы на пляже вот здесь есть несколько остановок пять или шесть остановок с двух сторон это кто сюда вот приехал либо виллы да это вот для вилл это вот те номера в которых мы жили а еще здесь есть виллы они намного дороже но мы там не поселились потому что просто не было доступных вилла с отдельным балконом отдельно стоящее такое здание даже отдельная дорога туда идет так, смотри, блестит и море море блестит, да сегодня сегодня один из дней когда хорошая погода и мы решили этим воспользоваться сейчас искупаться кто? маски с собой маски взяли с собой может быть сейчас займемся сноркелингом нет, сначала займемся сноркелингом балкон виллы пап, сначала займемся с морем сноркелингом вот такой здесь бассейн интересный в бассейне вода чистая здесь еще есть детский бассейн Сара, залазь детский кузнечка, папа, слови помоги ему вот, 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 словил снимай, снимай, куда ты снимаешь? да, да вот 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 вода сегодня прохладная потому что вчера было пасмурно ну вид, конечно, здесь прям вот смотрите, кокосы, пальма и прям кокосы можно отсюда дотянуться, сорвать такое ощущение, что этот бассейн построили специально для инстаграмщиков для инстаграма а что будет? я, может, загорать не хочу я хочу, во-первых, не хочу загорать, во-вторых, хочу постирать одежду Сара будет сейчас маму фотать в бассейне холодно? охлаждайся ну и что, охлаждайся, да? фото хе-хе-хе пляж здесь мягко говоря грязный о, зато здесь есть барбекю кто-то принес с собой и трубка кто-то оставил трубку и барбекю то есть, в принципе, сюда можно принести углей пожарить здесь рыбку но здесь так, грязновато зато очень много зелени и очень красивый вид из балкона о, посмотрите это огромный пенопласт на него можно залезть и покататься на нем по морю вот такой здесь пляж ну, здесь еще пляж грязный из-за того, что лили дожди была плохая погода смотрите, какие здесь улитки вообще, вот такие вещи брать в руки нельзя потому что есть очень ядовитые улитки и они могут ужалить вообще, в таких странах лучше ничего не брать в руки потому что здесь непонятно, что ядовитое что доброе, что злое и по пляжу я всегда стараюсь ходить в кроксах чтобы ни на кого не наступить никого не раздавить потому что и стекол много и кораллы, и медузы и все кто угодно здесь приехали в наш новый отель здесь тоже очень много зелени он кусает, муравьи которые кусаются красные Женя говорит, вот эти муравьи кусаются это не красные такая пальма красивая прям вообще, ее наверное специально так подстригли этот отель находится уже не на горе он находится прямо возле пляжа 30 долларов ночь стоит в этом отеле массаж есть ну такой отельчик спокойный массаж Сара полюбила массаж о, можно барбекю пожарить может быть даже барбекю сегодня пожарим да, здесь красиво здесь прямо интересно так вода чистая ура ура, да ура ура мы здесь как будто бы на лодке на корабле пляж здесь не очень чистый и вон и вон тоже ну это из-за погоды то есть сейчас такая погода что нету наверное ни на одном пляже что было чисто ресторанчик у нас спокойненький они опять у нас просят деньги тысячу бат депозит закинь то есть 30 долларов просят депозит я не знаю сколько у них там этот ключ стоит и сколько он может стоить короче просят, я говорю у нас наличка закончилась но бат только есть она уже нам ключ откройте ну потом дадим она говорит дайте хотя бы 500 я так понял у них это бизнес здесь то есть многие люди уезжают забывают свой депозит или теряют подтверждение и все и это невозможно вернуться к другу да, ты молодец сколько тебе лет? нет Сара, купаться будешь? а ты кстати можешь идти купаться смело как? иди, иди пошли я тебе покажу как что ты нашла здесь? игрушки новые, да? ты знаешь что они из глины они могут разбиться и сломаться поэтому их трогать нельзя доча пожалуйста не трогай их, ладно? да посмотрим что внутри здесь есть лежанка у нас что свой бассейн? а? а? окей окей окей, окей, спасибо большое здесь разложили они опять сладости прямо на самом видном месте кофемашина есть кофемашина есть? да кофемашина есть телевизорик маленький да здесь пахнет о, а смотрите здесь получается душ и выход вот в этот джакузи вот так я не знаю, оно не работает по-моему да, но вилла прикольная она такая крупненькая и всего лишь 30 долларов мы заплатили за ночь да, Жень? ты можешь здесь купаться, дочь здесь даже гардероб есть вот, можно повешать, вещи сюда сложить и сюда налез клево я что-то не знаю о чем? тут мне кажется столько насекомых будет вообще сколько? ой, ящерица у нас в номере живет ящерица но это наоборот хорошо потому что она будет комаров лопать бегать и вон мошек всяких лопать да, это наоборот хорошо о, а здесь смотрите как интересно здесь зеркало а, я думал это свет это не свет такое ощущение что это естественный свет нет там лампа лампа? я тоже думал что естественный свет оказывается нет ну, самое главное что чисто так, все красиво ура, у меня здесь есть ящерица о, а здесь смотри Жень какой то соль, соль или соль нужно поджечь или запах что-то будет попробуй на вкус нет я бы видела в туалетах его поджигают и оно пахнет мы запалим чуть позже видишь это дырки? отверстие сейчас выезжаем с того отеля который я вам вчера вечером показывал в котором мы заселились мы там прожили только одну ночь да, мы там прожили одну ночь и все, приехали к ночь только сегодня да, потому что там было очень много комаров я их убивал весь день я их не знаю сколько убил 15 комаров я убил минимум и еще Женя и Сара все убивали этих комаров а они откуда то залетали туда и залетали поэтому там муравьи были и наверное еще всякие разные животные поэтому и у нас дома были рядом сороконожки да, и сороконожки еще были поэтому этот отель мы никому рекомендовать не будем вот наверное в этом и заключается самый главный плюс автомобиля что мы можем в любой момент закинуть свои чемоданы в машину и и поехать либо на другой остров либо в другой отель либо вообще в другой город если нам здесь что-то не понравилось нам не надо здесь хотите нервничать хотите нервничать, злиться да, потому в Тайланде дождь мы любили да, сегодня кстати в очередной день погода испортилась утром шел дождь грозовые тучи прям будет стена и будет ливень идти и ливень половина солнца, половина дождя это так видно половина солнца, половина дождя? да что ты имеешь в виду? я за вами даже а, ты наверное хотела сказать, чтобы небо поделилось на белое и черное? да понятно вот, сколько раз мы здесь проезжали здесь привозят кокосы кашуру, вернее, от кокосов я не знаю, либо их перерабатывают либо здесь завод какой-то здесь очень много кокосов ага сколько на пальмах кокосов да, вот и дождик пошел покажу ресторан мы здесь нашли он называется Коконат миленький такой ресторанчик здесь не дешево но это не кафе это ресторан такой он находится прямо на берегу на пляже и здесь тоже вот можно играть и в бильярд и музыка здесь и фитнес здесь есть то есть цены я бы не сказал, что очень дорогие вот, смотрите, как здесь красиво прям можно вот так развалиться здесь здесь очень красиво и я думаю то, что будет вкусно здесь у них есть предложения разные вот если купить допустим два пива можно получить одно бесплатно или еще что-то вот разные здесь есть шаурма сэндвичи домашние сосисочки иногда разные бывают предложения а вот написано, что типа это Коконат самый лучший ресторан и в Копангане они сами так про себя написали вышло солнышко и мы решили прогуляться по пляжу посмотреть здесь окрестности туристы все тоже радуются потому что очень многие люди приехали приехали сюда по путевкам и была плохая погода и сейчас вышло солнышко и всем это очень сильно нравится что здесь рыбы, да? а вон маленькие смотри есть есть большие но они их не едят почему-то я не знаю почему а может когда-то съедают когда время их приходит прическу снять такую красивую специально держать отстань отстань да ладно, что-то такая недоступная мы сейчас заходим в магазин макро это магазин типа нашего метро оптово розничка оптово розничный магазин здесь закупаются ребята для ресторанов для отелей я сейчас покажу какие здесь цены здесь очень дорого стоят сыры вот эти масла все импортные не стоит наверное обращать внимание вот пармезан допустим вот такой тертый здесь стоит 4 доллара за маленькую баночку вот еще пармезан в таком пакетике 3 доллара ну это наверное относительно все дорого я так думаю в принципе это не очень-то и дорого но и не дешево масло допустим оно сразу здесь упаковывается вот по таким специальным отельным расфасовочком чтобы было удобно здесь сливки есть все то есть это такой более наверное оптовый магазин молоко здесь тоже в больших емкостях либо пачками все продается вот типа как здесь вот типа как здесь синий датский сыр вот такой кусочек стоит 3 доллара 4 доллара яблоки в Таиланде очень дорогие я так понимаю они здесь не растут их привозят вот такой пакет здесь по-моему около килограмма стоит тоже 4 доллара и виноград тоже дорогой потому что виноград а вот смотрите вишня какая дорогая 500 бат это около 15-20 долларов стоит вот такая маленькая штучка черника blueberry blueberry черника стоит 3 доллара хурма стоит 3 доллара вот такая штучка зато арбузы по доллару помидоры здесь стоят от доллара почти до 2 долларов вот пользуются спросом перцы вот эти зеленый красный перец тайц выбирает видимо знает что ему брать лаймы здесь лимона нету здесь вот только лаймы вот такие брокколи 2 доллара килограмм грибы они очень любят добавлять везде огурчики по доллару за килограмм кукуруза тоже по одному доллару за килограмм что здесь лук по доллару картошка по доллару за килограмм перчики вот такие по 3 доллара за килограмм любят свинину у них дешевая свинина вот это печень или почки стоят 4 доллара кишки они свинины едят свиньи свиньи кишки ребра едят они даже вот эти кости обгладывают которых мы собак кормим они по моему доллар стоят вот вот фарш вот такой свинины стоит 3 доллара и у них причем фарш стоит 3 доллара и вот здесь я что-то смотрел ребра тоже около 3-4 долларов а ну и вот сердце тоже 3 доллара стоит не знаю выглядит вообще не аппетитно честно говоря мы не любим свинину мы не едим ее можно даже сказать ну не считая там может быть сало или каких-то копченых там бекона что-то такого они прямо уносятся здесь по этим по всем делам вот здесь креветки у них есть даже вареные креветки они стоят около 6-7 долларов за 500 грамм ну и остальные уже дешевле здесь крылья крылья стоят 3,5 доллара филе стоит 2 доллара вообще непонятно то есть филе вот это стоит 2 доллара а крылья стоят 3 доллара 3,5 вообще непонятно вот это тоже что-то сделанное с курицей стоит 2,5 доллара непонятно вот это тоже какие-то потроха куриные они тоже стоят 2,5 доллара вот опять куриные крылья они стоят дороже чем стоит допустим вот эта часть то есть вот эта часть это как филе они продают за 2 доллара а крылья продают почти за 3 а вот здесь еще у них ноги продаются вот такими лапами я кормлю собак говядина почти 10 долларов за фарш больше 10 долларов стоят стейки ну и остальные вот идут говядина здесь всякие разные виды по говядине они стоят примерно по 10 долларов за килограмм мы любим покупать вот такого тунца с соевым соусом с васаби кушать вот такие тунцы достаточно вкусные получаются вот лягушки сегодня здесь есть видите они продают лягушек они какие-то вот такие прям что-то вытащено оттуда то есть они не целые эти лягушки они выдергивают что-то из внутренности я не знаю что или они показывают что там икра есть я не знаю вот так они их продают 37 бат стоят но я их не рискну брать есть что? с камерами нельзя а ну ладно нельзя говорить точно с камерой я быстро сниму и все и выключаю таких красных рыбешек они здесь еще любят кушать вот эти рыбы вообще с зубами я не знаю как они называются у них прям зубы прям такие серьезные зубы у этой рыбы я не знаю как их проверять свежие или не свежие это вроде бы свежие вот я думаю здесь больше рыбы чем морепродуктов ну вот рыба у них в среднем где-то 2 доллара стоит вот такая тилапия 2 доллара стоит вот эти осьминоги стоят 4 доллара эти 2 доллара вот так они выглядят шардоне которая у нас может быть чилийская у нас может быть стоит там 7 долларов 5 долларов здесь оно больше 10 долларов стоит вот шардоне почти 20 долларов типа винтажная австралийская шампанское игристое тоже здесь асти мартини вот почти 20 долларов это гораздо дороже чем у нас мы пробовали вот такое мончер брюд в принципе оно мне понравилось 10 долларов стоит за бутылку камушек валяется на дороге ехали ехали увидели камень прям на дороге лежит вот здесь тоже навалило на дорогу камней с проводами с деревьями вот только одна сторона теперь здесь вот здесь столбы все упало вот здесь тоже их вымыло изнутри их вымыло изнутри ихали 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 ихали